Не ребенок живет, а какой-то маленький хомяк, бля. У тебя под волосами будет не видно. Купили две пачки зефиров. А, купили три пачки здесь было. Купили две пачки зефиров. Какие-то некоторые из крылышек негры. Яйца Бенедикта. Бенедикта, яйца Бенедикта. Яйца Бенедикта, яйца Бенедикта. Делает из меня периодически. Ничего такого бьется. Костя, скажи всем привет. Привет, Дасил, скажи. Куда мы едем? Не знаю, скажи, куда едем. Куда повезут? Скорее всего, опять куда-то есть. Поедем куда-нибудь покушаем. Как всегда. В выходной день родители едут куда-то поесть. У нас уже традиция. Мы каждый раз на выходных едем куда-то кушать. Сейчас мы приехали в одно место, покажем. Очень классная пара. Одна открыла место. Это блинчики, короче. Ну, реально классные блинчики. Такие, как в Америке, красивые, знаете, когда вот прямо хочется стаблифировать в Инстаграм. Если там, конечно, будет открыто, может быть, они переехали уже. У них есть соленые и сладкие блинчики. Молодая пара. Короче, молодцы. Сами работают, сами пекут. Мы здесь бываем редко, потому что все-таки это блинчики. Ну и плюс у них периодически какие-то то перебои с электричеством, то еще какие-то проблемы. Да, да. Раз-таки они переехали. Поедем, где они там? Ну, попробуем их найти. Сейчас сядем в машину и попробуем их найти. Если не найдем, тогда будем что-то думать. О, это один из моих любимых магазинов. Там всякая всячина продается для дома. Такие фарточки, лампы. Короче, все очень-очень красиво. Короче, очень интересные пельмени. Пельмени с бараниной, кинзой и мятой. Пельмени с лососем и креветками. С тыквой, рикотой, пармезаном. С шпинатом, сыром, курицей, пармезаном. С грибами, картофельными, цинками, трюфелями. Пельмени с камчатским крабом, с риской и сливочным сыром. Под срывашки там больше, но, в принципе, нормально. С вишнями и сгущёнкой. Ну, в общем, так, так, да. Вкусно, как-то. Надо обязательно попробовать здесь пельмени. Дима выпросил меню. Короче, смотрите, как все красиво. Кашки. Реально круто. Блинчики. Бананы не пожалели. И карамели. Ещё блинчики. Мне понравилась идея... Ну, тут меня смущает пельновый сырок. Мне понравилась идея блинчики с лососем и авокадо. И яйца бенедиктов. Подожди, здесь яйца бенедиктов с лососем и яйца с бекан. А, я поняла. Салат с авокадо, значит, омлеты на тосте с беконом, бургер с лососем, салат омлеты с лососем, тостер, сезарь, бургер. Ну, короче, ничего такого меню, да? К нам принесли яйца бенедиктов и блинчики с лососем. Вот такой у нас завтрак, да. Вполне. Посмотрим, какие у нас на вкус. Если кто-то кушает, приятного аппетита. В принципе, не очень вкусно. Очень хороший бекон вкусный. Мне нравится авокадо, блинчик, всё вкусно, но не свой бенедик, не яйца бенедик. Когда-то там переготовлено немножко, и всё, то есть у меня не может, а вредно приготовлено. Он должен быть жидким внутри. Костя, расскажи, где мы сейчас. Скажи, мы пришли прогуляться по магазинам. Папа у нас смотрит, шорты себе выбирают, да? Да, мама купила себе платье уже, но не сняла, а когда мерила, потому что было много людей. Они реально большие. Парусник. Вот эти пока из всех, из всех пока они более... Не, неплохо. Не хватает этой... Берх носочков до колен. Берх носочков до колен, не хватает этой пробковой шляпы. Ну, куплю тебе носочки до колен, проблема. Тоже ничего. Они тебе небольшие, нет? Нормально? Нет, такой нормальный. Ну, я думаю, что следующий размер это эсточка. Ага, да. А неожиданно, Эллочка, да, от тебя они как раз, странно. Ну, это ничего, а тебе как? А? Вроде неплохо, но у меня такое ощущение, что здесь что-то не хватает. Ну, что там должно быть еще что-то, помимо вот этой вот потери. Ребенок там какой-то. Очень нечто, у нас дома не ребенок живет, а какой-то маленький хомяк, блин. Все, погрыз. Так, ну что, мы что купили? Короче, мы вернулись, что мы купили? Сегодня мы купили вот такую штучку, чистить зубы. Ребенку на палец надеваешь, чистишь зубы. Купили Диме белые шорты, а стало, что ему нужно еще одни шорты, в итоге мы взяли белые. Короче, у Димы белых шорст не было со времен нашей свадьбы. Решил с тряхнуть, старина. Купили ребенку... Где ребенок? Это за затих. А, нет, нет, это не надо, дай, дай, дай сюда. Короче, купили две маяки алкоголички. В H&M купили за 7,99. Там еще скидка цифра центов было, в итоге 6 копейками там вышло. Но вообще там была, кстати, покупаешь три вещи с таким значком, третий идет бесплатно. Самбо дешевое бесплатно. Да. Мы, в принципе, выбрали все три вещи, но потом подумали, что мы выбрали просто велосинацию, они не нужны, поэтому мы их обратно. И я купила себе такое платье. Оно как бы вот такое. И как рубашка-платье, такого плана. Да-да-да, он там сейчас все разнесет. Купили две пачки зефира в Грецию. А, купили три пачки зефира, ну а уже. Купили две пачки зефира в Грецию, если вдруг кому-то нужно будет какие-то подарочки маленькие. Всегда бывают такие люди, про которые, блин, маму, ничего не купили. Не купили третью пачку, потому что я такой никогда не видела. Банановый и клубничный, зефир новый. Ну я еще заказал, знаете, что пахнет? Эти конфетки, которые мне нравятся, Трули, что-то там, Red Band. Вот есть Hariba, а есть Red Band. Да, я снимаю, как ты говоришь. Реально пахнет? Понюхай. Да. Или пахнет? Зефир кипился. Да, зефир кипился. А, все? Да, все. Купильные продукты? А, еще я купила две гелевые ручки белые. Мне они понадобятся. Я завтра вам покажу, чего и что я делаю. Это то, что я все хочу сделать. Это, я немного старомодна, хочу сделать альбом для Костика. Конечно, фотографии всегда хранятся на компе, да-бабла, но все-таки приятно так держать. И я хочу сделать альбом, украсть, не просто фотографии клеить, а украсть его такими всякими там штучками красивыми. Не знаю, как правильно называться, по-моему, скраббукинг это называется. Ну, например, клеится фотография. Я купила, сейчас покажу, всякие штучки специальные купила. Вот, например, это уголочки, да, такие, куда фотографии они клеятся, туда вставляются фотографии. Я думаю, что, например, это можно там для моря, там вот такие рождественская тематика. Ну, и просто всякие миленькие такие, вот такие уголочки тоже купила, да. То есть, не просто наклеить фотографии, а еще вокруг разрисовать. Конечно, чтобы разрисовывать цветными ручками, нужны были темные листочки. То есть, она будет разрисована всякими цветными. И наклеечки тематические, например, там, вот, наша семья, там, да, там, ну, и так далее, с любовью. Это мне положили в подарочек. Вот такие вот заказала еще цветные ленты. Их можно приклеивать тоже фотографии, будет как рамочка. Разные. Все это заказала я на Алиэкспресс. Если не знаете, как найти, можно прям набрать скраббукинг, и там уже будет всякая разная такая фигня. Вот такие наклеечки. Там можно, например, какие-то уточек наклеить, белочек, там, когда купат на Алиэкспресс, уточек наклеить там, где он покупался. Просто цветные звездочки. Это у него будет ручка и ножка. Но это, конечно, не самый первый месяц, а, может быть, месяц второй, потому что первый месяц он вообще вот так вот к ручке сжимал, особо их не разожмешь. Все, кто пробовал, наверное, знают. Ну, может быть, первый месяц, но не первая неделя. Ну, вот такие тоже наклейки тематические. Вот это мне тоже, кстати, положили. Я заказывала ручки тоже на Алиэкспрессе. И мне положили вот такие вот подарки. Но это я не буду клеить, это как-то по-девчачью совсем. Пускай лежит, мол, когда-нибудь пригодится. И вот этот вот альбом тоже заказывала на Алиэкспрессе. Мне понравилось, что твердая, пластиковая, наверное, или деревянная, неважно, по-моему, пластиковая обложка. Единственное, что я хочу поменять следующий листочек. Хочу поставить либо голубой, либо какой-то вообще тканевый, как бархатный такой. И первая фотография, я уже ее вклеила. О, идет ко мне, мой друг. УЗИ, самое первое. И хочу заполнить всю страничку вот таким вот, так сказать, незатейливым рисунком. Да, он такой вот будет простой. Но, не знаю, мне очень понравилось. Он такой довольно медитативный. И, не знаю, мне как-то захотелось вот так вот сделать, всю страничку заполнить. У нас воскресенье. Мы решили поехать к зиминам родителям на отдачу, пожарить шашлык, крылышки, в общем, отдохнуть на природу, пока есть погода и пока есть возможность такая. С нами наш друг, привет, это мой друг Саша, он же приведет мою голову в порядок, в смысле волосы приведут в порядок, с головой, но вряд ли он так легко справится, как с волосами. Вот, так что, это тот человек, который делает из меня периодически, ничего такого бьется. Мы приехали на дачу. Короче, тут малинка поедим. Винограда домашнего, да, Саша? Стрямо с ветки. О, какая красивая. Ой. А там выжил? Виноградик. Самый вкусный виноград, который я ела. Даже вкуснее, чем в Греции. Вкуснее, но реально он нереально вкусный. Но, конечно, с него знатное получилось бы. Начинаешь уже грилить? Какие-то некоторые из крылышек негры. Ага. Но мы же не расисты, мы все равно сидим, да? Ходик. М? Ну, пусть она, что-то поедет. Почему клещам? Потому что ябочка. Я фиолетовые хочу. Ну, не полезу, Залена, там клещи могут. Ну, с другой стороны можно. Ну, какие клещи, ты посмотри. Сходи сама. Мама сказала, что здесь клещи не заразные. Сходи сама. Я не могу, я в шорт. А я, чтобы секун? А у меня ноги будут поцарапаны, а у тебя под волосами будет не видно. Как ты можешь сказать жене, матери твоего ребенка? Фиолетовая, это я не хочу в ближайшее, я хочу вот то фиолетовое. А эти красные, это другие, да? Или это просто неспелые, фиолетовые? Ну, все, хватит, хватит уже. Ой, люди добрые, вы смотрите, что делается. А вон тебе, ты думаешь, вкусные красные или нет? Нет, не думаю, не вкусные. А может нам аронии надо набрать домой? Почему? Не знаю, люблю аронию. Ешь здесь, вкусно. Ну да. Мы раньше плевались и по всем. Не сомневалась. Что из сутки? Рябины. Самое прикольное это было, конечно, рябины. Больненько. Батенька, да вы садист. К чему садишь? Аронию очень полезно для сердечной системы. Ну, поэтому мы плевались, кушали ее. Вы плевались, потому что от нее пятна стоит такие, что не отмыть. Ну, нормально, чтобы видно было, как попало, это пейнбол, это, дожди. Детский пейнбол. Да, было, конечно, детский пейнбол, в наше время-то не было пейнбол. Очень вкусно. Так много. Ну, кстати, крупную аронию тоже не всегда можно найти. У нас было помельче. Сейчас я с детства аронию люблю. А, кстати, кто-то ездил за аронию, я помню, не знаю, ездил ли ты, кто-то ездил в садике, не в садике, в начальной школе собирать. Специально, на колхозы и тому подобное. Мы ездили картошку собирать. Было прикольно. Ну, правда, один раз, два ездила, один или два раза только ездила. Ну, и как это было? Ну, типа, становишься, собираешь картошку, которая уже выкопана из-за этого. Ну, и потом тебе мешок картошки дают? Ну, конечно, конечно. Ну, вот мы едем уже обратно. Короче, хорошо съездили, классно посидели. Саш, тебе как? Отлично. Ну, Диве тоже отлично. Костику тоже все нормально. Ну, конечно, по траве гулять он такой. Ну, потом разошелся на такой чистоплю сначала ему. Колится травка там, короче, всякая такая, да? Градской мальчик. Да, уже даже где успел лицо где-то поцарапывать. Нормально. Погуляли. Сняли мы видео 360 обзорное. Не знаю, там поставим, где мы поставим. Ну, в общем, если поставим, там ссылку. Ссылочку посмотрите. Если кому интересно посмотреть дачу или просто побаловаться с 360. Так что так, дорога очень красивая. С погодой, как я говорю, повезло. Тепло у нас лета еще. Ну, скоро оно закончится. Дальше уже... Нет, скоро не закончится у нас же Крит. Ну, у нас, да, я говорю, дальше уже только платная версия. Дальше уже погуляли. Дома в бардак. Надо прибраться. Но так лень. Так что, наверное, ограничусь я приготовлением борщица на два дня. И будем морально разлагаться с Костиком. А значит, ничего не делать, да? Да любишь ты себя? Вот ты скромный, конечно. В папу. Костя. Массаж головы. Смешно? Ха-ха-ха. Нравится? Ха-ха-ха. 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 Смешно? Ха-ха-ха. Ну вот, мой первый рабочий день начался, наконец-то. И закончился, слава богу, потому что девчонки пришли, как первоклашки, в первый учебный день они пришли без косметики, без кистей, короче, халявщицы. Порисовали на листочках, пофантазировали, и я показала демейка, в принципе, и всё. Так что сейчас у меня есть время, поеду в город погуляю, подожду, пока мои мужчины освободятся, они пошли в бассейн. Доброе утро, друзья. У нас осень, и начались с Константином занятия по плаванию. Мы записались в группу в субботнюю. Как раз у Аленки началась школа, начала преподавать. Ну, а мы вот в это время с утра поедем поплаваем чуть-чуть. Постараюсь там заснять, показать вам, как это всё там происходит по возможности, да. Ну, если не получится, ну, не получится, хорошо, нет. Всё, он меня забрал, меня забрал муж с работы. Да, мы закончили наш... Расскажи, как у вас сегодня? Вау, не, в принципе, прошло всё нормально, это первый раз, мне кажется, отлично. Мы провели две трети времени там, потом, то есть, я начал капризничать. Ну, в принципе, вода ему была не нравилась, холодная. А, холодная вода ему была. Да, я тебе говорил, надо приучать. А ты суть холодно, холодно ванной. Я не говорю, что надо приучать, Дима, холодно ванной. Да, знаешь, одно дело, когда он в бассейне шевелится, плавает и так далее, это одно дело. А другое дело, когда он сидит в ванне, не шевелясь. Он не шевелится, он шевелится в ванне, всё время что делать? Дима, он стоит в ванне и лопочет руками, и всё, он не плавает, это разные вещи. Да. Это всё лирика. Вот, ну, короче, было ему прохладенько, и он, короче, уже там, нервничует, поэтому мы где-то ушли. И занятие длится где-то 45 минут, и мы были там только полчаса. Но нам сказали, что мы можем идти в бане. Там были бани, мы пошли в баню. Да, мы были там всего, в принципе, 4 бани, мы были в 2. И мне было очень жарко? Нет, мы пошли в 40 градусов, и мы пошли в 40, потом в 65 градусов. Потом мы пошли в детскую площадку водную, там, типа, как ленивая река и подобное. Очень бедного ребёнка столько экстрима, ты его в бане. Ну, там попурзали, потом опять погрели в бане, потом... Ему точно не было жарко, ты не перегрелся? Да нет, не перегрелся, он не капризничал. Ну, то есть он не капризничал, он нормальным, и было вообще интересно. Всё это, и там, ну... Ну, короче, если вдруг он болит, ты остаёшься с ним, я иду в Грецию. Ладно, ну... Не, родители здесь, мы её сдали. Да-да-да-да-да-да, мы не бегаем. Так что, нет, в принципе, мне кажется, ему понравилось. Посмотрим.